В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Самарский дом печати подожгли намеренно. Об этом официально заявило руководство областного управления МЧС. Результаты экспертизы уже переданы в полицию. Подробности в нашем сюжете. 11 октября. Проспект Карла Маркса в Самаре. Около шести вечера из окон здания дома печати повалил дым и начали вырываться языки пламени. Спустя четыре дня после ЧП выяснилось, огонь одновременно вспыхнул сразу в нескольких местах. Пожар возник в четырех разных местах данного здания. Очевидцами было подтверждено, что наблюдались непосредственно перед возгоранием нахождение посторонних лиц. Данные факты позволили сделать вывод. Я этот вывод утвердил. Пожар возник в результате поджога. Эксперты нашли следы горючей жидкости. Какой именно, пока выясняют. Некогда крупнейшая типография по Волжье изрядно пострадала. Самарский дом печати, построенный в 60-е, из государственной собственности вывели 10 лет назад, что не раз оспаривалось в арбитраже. Перманентная судебная война привела к тому, что здание, де-факто оказавшееся без хозяина, пришло в упадок. Заброшенную типографию никто не охранял. Спасателей вызвали очевидцы. Уже через 9 минут после вызова вот к этому зданию на проспекте Карла Маркса прибыли первые пожарные расчеты. После трех часов непрерывной работы пожар здесь был локализован. А значит, как говорят в МЧС, огонь не мог распространиться дальше. Вдруг спасатели заметили, как пламя вырывается из окон уже другого крыла дома печати. Здесь находился пятый очаг возгорания общей площадью 150 квадратных метров. Получается, пока пожарные тушили с одной стороны, злоумышленники вновь поджигали с другой. Полиции с выводами не торопятся. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время по факту пожара в Самарском доме печати сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка в порядке 144-145 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время по данному факту задержанных и подозреваемых нет. С огнем в Самарском доме печати боролись более сотни пожарных. Привлечено было свыше 50 спецмашин. Воду подвозили в бойлерах. Ее по предварительным подсчетам было потрачено почти 3000 тонн. Сейчас здание по-прежнему стоит без охраны, а близлежащие тротуары радуют разве что любителей йоги. Пешеходные дорожки усыпаны битым стеклом. В Самаре продолжается проверка по факту смерти рабочего во время взрыва на заводе ОАО «Агрегат». Трагедия произошла, когда рабочие проверяли на герметичность металлические баллоны. Один из них взорвался. 65-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один сотрудник завода госпитализирован. В Сызране полицейские выясняют причины гибели мужчины. Его тело было обнаружено на лестнице железнодорожного моста через реку Сызранку. Видимых повреждений на теле не обнаружено. Чтобы спустить его вниз, потребовалась помощь спасателей. Ловкий трюк из 90-х не удался. Эти кадры, снятые оперативниками в Безюнчуке, напоминают фильм про лихие годы рэкета и бандитских разборок. На них полицейские задерживают двоих мужчин, подозреваемых в разбое. В полицию обратился предприниматель, рассказавший, что двое неизвестных требуют у него деньги, взамен предлагая покровительство бизнесу. Злоумышленников задержали в тот момент, когда те, угрожая коммерсанту ножом, пытались забрать у него 30 тысяч рублей. Оперативники говорят, эти двое уже дважды приступали закон, были судимы за избиение человека и торговлю оружием. Теперь их снова ждет тюремный срок. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, это разбой, решается вопрос о избрании меры пресечения. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений. До 15 лет лишения свободы грозит главарю наркокартеля. Организованная преступная группа, по данным наркополицейских, занималась продажей синтетических наркотиков в Кенель-Черкасском районе и в городе Бузулук. Организатором преступного бизнеса оказался 25-летний молодой человек. В момент ареста у него нашли 90 граммов спайса. – Что это такое? – Спайс. – Спайс? – Да. – Для чего оно? – В городе закладывал, на полк с ним, на мосту. – По словам сотрудников Поковсинского межрайонного отдела, это единственная преступная группа, которая занималась распространением синтетических наркотиков на вверенной им территории. И таким образом, арестовав всю эту преступную группу, они ликвидировали канал поставки наркотиков избыта на территорию подведомственной, на подведомственную территорию. Более двух тонн алкоголя на сумму 100 тысяч рублей изъято всего за месяц совместной работы полиции и активистов общественного движения «Народный контроль». Таковы результаты проверок 40 магазинов, где горячительным торговали незаконно. Так было и в заведении на улице Антонова Овсеенко. На пенный напиток отсутствовали документы, подтверждающие качество продукции. Кроме того, ценники были оформлены неправильно. За выявленные правонарушения в отношении виновного лица возбуждены дела об административных правонарушениях. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. В Самаре получило новое развитие скандальное дело о хищении более 106 миллионов рублей у компании «Роснефть». Троим осужденным, по мнению прокуроров, дали слишком маленький тюремный срок. Напомним, братьев Андрея и Алексея Зуевых суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Михаила Ушакова к четырем с половиной годам. Кроме того, всех троих обязали выплатить компании «Роснефть» более 30 миллионов рублей. Прокуратура, посчитав наказание слишком мягким, обратилась с касационной жалобой в вышестоящий суд. А героям нашего следующего сюжета, студентам юридического факультета Академии Наяновой, подобно Порфирию Петровичу, героя романа Достоевского, предстоит рассмотреть дело об убийстве, к которому они также приложили руку. Это стало частью учебного процесса. Как ребята справились с ролью преступников и служителей Фемиды, узнаете прямо сейчас. Судьи занимают свои места. Импровизируемый зал заседаний переполнен на скамье подсудимых двое. По данным студенческого следствия, подсудимый, как главный герой романа Достоевского, из-за денег убили ни в чем не повинную старушку и ограбили ее квартиру. Здесь же горем убитые родственники, но, по словам судей, эмоции здесь излишни. Действовать нужно строго по букве закона. Мне всегда хотелось попробовать себя в роли судьи, почувствовать, каково это судить и при этом не осуждать. Государственное убитие в первую очередь должно быть честным, беспристрастным и принципиальным. Это самое главное качество. Адвокаты спокойны и расчетливы. Любым путем пытаются найти лазейки и добиться смягчения наказания. Как настоящие профессионалы, студенты продумали каждый шаг от преступления до наказания. В материалах игрового дела имеются даже фотографии с места преступления. Они больше усваивают, запоминают. И если даже случаются какие-то ошибки, вот, например, здесь в модели игровой, они запомнят это и, возможно, не повторят уже в реальной работе. Сделать игровой процесс учебным предложили преподаватели академии. Прежде чем перейти к уголовному процессу, студенты изучили тонкости гражданских дел. Эксперимент оказался успешным. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok